Настоящий мир не таков, каким он нам кажется Мы смотрим на него через призму своих ощущений, опыта и абстрактных установок И эта призма — лишь версия происходящих событий, тогда как подлинная реальность скрыта от нас Все, что мы думаем, чувствуем, переживаем — иллюзия, своего рода галлюцинация, произведенная нашим мозгом Мы сами полностью обусловлены воспитанием и культурой, в которой сформировались Нам кажется, что мы — результат собственного сознательного выбора А мы — лишь случайная производная Нас создала социальная машина, которая сама запуталась в собственных предрассудках, лжи и откровенном невежестве Поэтому каждый из нас чувствует, что живет не своей жизнью Каждый хочет быть лучше, чем он есть И все мы хотим прожить лучшую жизнь, но не знаем как Мы мучаемся от одиночества и внутренней пустоты, бессмысленности собственного существования и тоски по-великому Мы страдаем от отсутствия целей и нереализованных желаний, от собственных фантазий и заблуждений Мы страдаем из-за других людей, впрочем, их мы тоже заставляем страдать Нам искренне кажется, что они виноваты во всех наших бедах Мы уверены, что они нас не понимают, не любят и не ценят Да, мы уверены, и ровно то же самое они думают о нас Нам слишком долго рассказывали о счастье, об успехе и любви Но никто не предупредил, что радостные чувства мимолетны Успех кажется таковым только со стороны А всякая страсть заканчивается разочарованием Многие годы я консультировал, как говорят в таких случаях, богатых и знаменитых Звезд шоу-бизнеса и кино, политиков и академиков, топ-менеджеров крупнейших компаний И бизнесменов из списка Forbes Но я работал и с детьми из приютов, помогал жертвам насилия, пациентам психиатрических больниц У меня на приеме были верующие и агностики, а еще сектанты и сумасшедшие, которые считали себя святыми Я лечил суицидентов и преступников, наркоманов и уцелевших жертв террористических актов Среди моих пациентов были служащие, ученые, спортсмены, музыканты, журналисты, водители трамвая Не знаю, куда я еще не заглянул, как врач, как исследователь Не знаю, что могло бы меня теперь удивить Это было долгое путешествие И, быть может, я плохо искал, но я, правда, нигде не нашел счастья Хуже того, я не нашел даже надежды Да, я слышал множество слов, которые должны были все это объяснить Но я не видел никого, кому бы эти слова помогли Мы не понимаем ни себя, ни мира, в котором живем Нас этому никогда не учили Из поколения в поколение человечество лишь приспосабливается к обстоятельствам И льстиво врет себе, создавая мифы о человеке, которого никогда не было и никогда не будет Так что, конечно, ничего не меняется Нас охватывает животный страх перед собственной королевской наготой И мы готовы склонить колено перед любой иллюзией Только бы не оказаться с правдой о себе с глазу на глаз Нам так страшно, что мы не замечаем ни фактов, ни собственного ужаса Единственное, в чем человечество и впрямь поднаторело Это самовосхваление и самооправдание Пока же оно прикидывается страусом, стыдливо краснеет, мнется в смущении и делает вид Наука подошла к самому краю и заглянула в эту бездну Мы знаем теперь, что такое реальность, что такое человек и что такое на самом деле наша с вами жизнь Слабонервных все это, я полагаю, не обрадует Но им эта задачка в любом случае не по зубам Скажу прямо и откровенно Я не знаю, обретете ли вы счастье, узнав то, что должны знать Но без этой правды у нас с вами нет ни единого шанса Нельзя добраться до цели, если у вас в руках неверная карта И даже путь в тысячу ли начинается с первого шага Впрочем, если бы я не верил в успех, то я бы и не брался за эту книгу Предупреждение Истинно, истинно говорю вам Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно А если умрет, то принесет много плода Евангелие от Иоанна 12.24 Если в вашей жизни все хорошо Если вас все в ней устраивает, все нравится и проблем нет То, пожалуйста, не читайте эту книгу Я не знаю, существуют ли вообще такие люди, у которых все хорошо А если и существуют, то в своем ли они уме Но если вы вправду относитесь к их числу, то мой вам добрый совет Закройте эту книгу, выбросьте ее или отдайте кому-нибудь другому От греха подальше Каждый из нас имеет право на свою таблетку Кто-то выберет красную, таблетку правды А кто-то синюю, таблетку иллюзий и незнания Синюю, кстати, даже выбирать не придется Она дана нам по умолчанию А вот красную нужно и выбрать И проглотить И пережить непростой процесс внутреннего изменения Ответственность, понятное дело На том, кто делает выбор Образ красной таблетки я позаимствовал из фильма «Матрица» Хотя есть, конечно, и масса других красивых метафор Взять хотя бы знаменитую пещеру Платона Или бабочку Чжуанцзы Но поскольку о красной таблетке многие знают Пусть будет таблетка Если кто-то запамятовал сюжет фильма «Братьев Вачовски» Сейчас, правда, уже сестер Вачовски Они не так давно сменили пол Перескажу его в двух словах Хакер Нео В исполнении молодого еще Киану Ривза Живет с чувством, что что-то не так Он ощущает в окружающем его мире какой-то подвох Словно бы все не по-настоящему Странно и неправильно Скоро выясняется, что подозрения Нео оправданы Люди живут в виртуальной реальности В «Матрице» А их тела запаяны в капсулах И выполняют функцию батареек Обеспечивающих энергией гигантскую систему Сверхмощного искусственного интеллекта Перед тем, как Нео впервые оказался по ту сторону «Матрицы» Между ним и Морфеусом, лидером местного сопротивления Происходит диалог, который с момента выхода фильма на экраны Стал культовым и давно разобран на цитаты «Матрица» Цитата Догадываюсь, сейчас ты чувствуешь себя Алисой Падающей в кроличью нору Говорит Морфеус Объясню, почему ты здесь Потому что ты что-то понял Ты не можешь выразить это Но ощущаешь Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке Странная мысль Но ее не отогнать Она как заноза в мозгу Она сводит с ума Не дает покоя Это и привело тебя ко мне Понимаешь, о чем я говорю? О матрице? Ты хочешь узнать, что это? Матрица повсюду Она окружает нас Даже сейчас она с нами рядом Ты видишь ее, когда смотришь в окно Или включаешь телевизор Ты ощущаешь ее, когда работаешь Идешь в церковь, когда платишь налоги Целый мирок, надвинутый на глаза Чтобы спрятать правду Какую? Что ты только раб, Нео Как и все Ты с рождения в цепях С рождения в тюрьме, которой не почуешь И не коснешься В темнице для разума Увы Невозможно объяснить, что такое матрица Ты должен увидеть это сам Не поздно отказаться Потом пути назад не будет Диалог заканчивается Предложением, от которого нельзя отказаться Примешь синюю таблетку Предупреждает Морфеус И сказке конец Ты проснешься в своей постели И поверишь, что это был сон Примешь красную таблетку Войдешь в страну чудес Я покажу тебе Глубока ли кроличья нора Помни Я лишь предлагаю узнать правду Больше ничего Нео, конечно, выбирает красную таблетку И дальше все происходит так Как и положено в подобных историях Про спасителя, избранного Или супергероя Он проходит множество испытаний Рискует своей жизнью Даже умирает Но все заканчивается хорошо Волшебное воскресение Сотворение чудес И победа добра над злом Ирония в том, что зрителю вроде как Предлагается выйти из матрицы Но на деле он оказывается в самой настоящей сказке С незамысловатым религиозным сюжетом Да, декорации поменялись Теперь это не древняя Галилея С расхаживающим по ней Христом А киберспаситель Сражающийся с искусственным интеллектом Но суть от этого Не изменилась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok